Клетки светятся Реагируя на знакомые лица Но когда мы забываем имена Речь может идти об эффекте булочника Например, при встрече я скажу вам, что я булочник То есть фактически сообщу, чем занимаюсь И это вы запомните Но если булочник моя фамилия Она не обеспечит никаких мысленных связей И эта информация, скорее всего, забудется Ведь имена совершенно случайны И не несут никакой конкретной информации А если ваш мозг не может установить связи Между новыми фрагментами информации И теми, что вы получили раньше То вы, скорее всего, их забудете И еще вы думаете, как представиться вам самому Что тоже делу не помогает Это называется эффект следующего в очереди Вместо того, чтобы смотреть и слушать другого человека Вы думаете о том, что сделать вам Что сказать, как двигаться и прочее И не то, чтобы у вас хорошо получалось Одновременно делиться информацией И обрабатывать новую У нас есть кратковременная и долговременная память Кратковременная иногда называется оперативной памятью Она может хранить вот такое количество информации И если не стараться на ней сосредоточиться Она быстро исчезает Наконец, некоторое исследование указывает на то Что вам иногда просто неинтересно К примеру, вы знакомитесь с кем-то на вечеринке И никогда снова не увидитесь Или вам вообще не хочется ни с кем знакомиться Проще говоря, чем больше интереса вы испытываете Тем скорее в мозге установятся новые связи В результате люди, которые любят новые знакомства Внимательны к другому человеку И не чувствуют себя так, будто память проверяют на прочность Как же научиться лучше запоминать имена? В нашем новом видео, которое вы найдете Нажав на экран или пройдя по ссылке в описании Мы дадим 7 умных советов о том Как научиться не забывать имена Нам эти советы оказались очень полезны Не забывайте подписываться на канал Переведено и озвучено студией Верт Дайдер